Вот мы говорим о сугестивном воздействии, о внушающем воздействии. Конечно, в прошлые века силу слова пугало суеверных людей. Да и сейчас я смотрю в интернете, я, колдунь, я вам помогу, расскажу. Суеверных людей осталось не меньше, чем в средние времена. Их вот этих тогда называли колдунами, они могли нагнать порчу на человека. А как они это действовали? Они воздействовали словом, ритуалом. Вот именно слово и ритуал очень важны при сугестивном воздействии. Если я сделаю какой-то ритуал и скажу вам какое-то слово, возьму ваш волос, сожгу его и скажу, все, вы заболеете. Это у вас отложится. Так же, как у вас откладываются многие случайно придуманные какие-то позиции, негативные позиции. Я уже говорил в каких-то роликах о том, что мы, когда были студентами, экспериментировали над своими однокашниками. Набирает человек пять, приходит человек веселый. Мы ему говорим, что такое? Через 15 минут другой подходит, что-то у тебя нехорошо. А через еще 15 минут кто-то походит, за руку берет, что-то у тебя такое. Пять человек. Каждый по 10-15 минут с перерывом подходит к этому веселому человеку. Он нормально, он несуеверный. Все, у него не только портится настроение, а ощущение, физическое состояние портится. И он как бы заболевает. Ведь психосоматические заболевания тоже от этого. И вот другие фильмы. Я сейчас хочу в этом ролике сказать о том, что важно на человека воздействие слова, ритуал. И это должно повторяться. Слово и ритуал повторятся. И вот там, в том моем ролике, где мы боремся с вашими негативными, навязчивыми мыслями, мы делаем тоже ритуал. Ритуал выбрасываем и рациональные слова, и ритуал пишем рациональные слова. Это важно. И мы можем с вами придумать для вас другие ритуалы. У вас ритуал – мыть руки. А мы давайте придумаем ритуал, ну не знаю, что-нибудь более удобное и лучшее для вас. Говорить себе в зеркало «Какой ты красавец, умница!» Тоже хорошо. То есть, заменяя одни ритуалы на другие, внушая другие слова, мы меняем свой внутренний мир. Вот в этом-то и заключается некоторая работа над своими навязчивостями. И мыслями навязчивыми, и ритуалами навязчивыми. Подумайте над этим и обращайтесь ко мне. И мы с вами поговорим на эту тему.